Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот некоторые темы выпуска. Я вам отрежу коммуникацию. Ультиматум Дадаева. Мэр Махачкалы пригрозил предпринимателям серьезными мерами воздействия за несоблюдение антиковидных требований. Форма драки не помеха. Двое сотрудников патрульно-постовой службы МВД России по Махачкале уволены из органов внутренних дел. Купюры с фальшивым оттенком. Оперативники МВД Республики совместно с сотрудниками ФСБ России в Дагестане посекли канал производства избыток отдельных денег. Заключенные тоже нуждаются в поддержке. Руководитель Центра кризисной психологии и член Общественного совета Финроссии Михаил Хасминский проводит семинары и встречи с заключенными. Интенсивный ритм в непростых условиях. Сборная Дагестана среди глухих и слабослышащих готовится к чемпионату России, который стартует 25 января во Владимире. Предпринимателям Махачкалы поставлен ультиматум. Или предприятия сферы услуг закрывают двери для тех, кто не привит от ковида и работают с такой категорией только на вынос. Или же администрация города принимает по отношению к нарушителям серьезные мировоздействия. Об этом заявил мэр города Салман Дадаев на встрече с бизнес-сообществом столицы Дагестана. Отсутствие нормальной эксплуатации со стороны техники пожарной безопасности от ГУЧС. Мы проводили очень часто встречающиеся нарушения. Это является основанием для закрытия на 90 дней. Ненадлежащим образом оформлены технические условия. Даже если пристроенное помещение, я его снести не смогу, я вам отрежу коммуникации. Уход от налогов, что является основанием для возбуждения уголовного ДО. То есть перечень доступный. Мы всем этим инструментарием очень хорошо владеем. Мои сотрудники и юристы каждого управления, и особенности права управления администрации, очень хорошо это все обкатало. И то, что мы это не применяем широким спектром, это еще не значит, что это ваша заслуга или наша недоработка. Нет. Мы просто прекрасно понимаем, в какой ситуации сегодня находится бизнес. И душить экономику города никто не собирается. Но если только с вашей стороны не будет настоятельной просьбы об этом. Вы понимаете, о чем я говорю. Все в ваших руках. Он отметил, что темпы распространения коронавируса снова начали расти, а многие точки бизнеса пренебрегают нормами безопасности. Не проверяют у посетителей наличие QR-кодов, не проводят замеры температуры и не оснащают входы в заведение средствами гигиены. Предприниматели со своей стороны обещали руководству города исправить ситуацию и не доводить мэрию до крайних мер воздействия. Двое сотрудников патрульно-постовой службы МВД России по Махачкале, подравшиеся накануне, уволены из органов внутренних дел. Драка попала на видео, а потом в соцсети и получила большой резонанс. Назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников произошедшего и их непосредственным руководителям, сообщает пресс-служба МВД Республики. Главное, чтобы работа была проведена качественно, а деньги были настоящими. Канал производства и сбыта поддельных денег пресекли оперативники МВД Республики совместно с сотрудниками ФСБ России в Дагестане. Задержаны пятеро жителей республики, которые подозреваются в изготовлении, хранении, перевозке и сбытии денежных купюр. Предварительно установлено, что в селе Сергакала злоумышленники организовали работу подпольного цеха. В течение нескольких месяцев они печатали купюры номиналом 5000 рублей. При этом качество изготовления подделок было настолько высоким, что отличить их от настоящих денег можно было только при помощи специального оборудования. По версии следствия, фальшивки по цене в пять раз ниже номинала сбывались и в других регионах России. По местам жительства задержанных и в используемых ими помещениях проведены обыски. Обнаружены и изъяты пресс-станки, клише для нанесения рельефных изменений, картриджи с краской и банкноты с признаками подделки. Смотрим бардачок, обнаружили 5000 купюры, завязанные митры в количестве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, девятнадцать, двенадцать, тринадцать штук. Дагестан полностью освоил средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы комплексной развития сельских территорий в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики. Тем самым регион вошел в пятерку лидеров по освоению программы. Как пояснили в ведомстве, в прошлом году по госпрограмме велось строительство 12 объектов социально-инженерной инфраструктуры. Было введено в эксплуатацию 1895 квадратных метров жилых помещений, а также реализовано 39 проектов по благоустройству сельских территорий. Минтрансреспублики прокомментировал отсутствие дороги в высокогорное село Цумадинского района Хушет, из-за чего накануне местные жители были вынуждены нести на носилках беременную женщину до машины скорой помощи. В министерстве отмечают, что Хушет расположен на высоте более 2000 метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов, но каждый раз не хватало денег на такой крупный проект. В связи с этим построить дорогу к селу было решено поэтапно. В 2020 году был введен в эксплуатацию участок дороги метрода верхних воршине протяженностью 5 километров. В этом году планируется начать строительные работы на следующем участке протяженностью 13 километров. Сметная стоимость проекта – 455 миллионов рублей. Тем временем женщину, которую хоть и с трудом, но удалось вовремя доставить в центральную больницу Цумадинского района, успешно прооперировали. Дорога в это село продолжает строиться, и участок дороги около 5 километров. Сельчане несли женщину на носилках до машины скорой медицинской помощи. По дороге оказана экстренная помощь. В больнице ЦРБ больную сразу же прооперировали. Жизнь была спасена, пациентка идет на поправку. Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать в пригородных поселках Махачкалы. Уже составлен график их работы. Напомним, по последним данным, около 920 тысяч дагестанцев вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский Минздрав на своем официальном сайте. Профилактическая работа будет продолжена. Медики предупреждают, что желающие привиться должны более тщательно пройти медобследование, чтобы выявить возможные медотводы. В Дагестан прибыл руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета в СИН России Михаил Хасминский. Специалист делится многолетним опытом работы. Так, в республике он проводит семинары для местных психологов и встречи с заключенными. Накануне он посетил исправительную колонию номер 2 в поселке Тюбе. О том, насколько важна психологическая поддержка для заключенных, узнал и Карим Даниев. Главная тема – оказание психологической поддержки осужденным находящимся в кризисной ситуации. Опытный специалист доступно объясняет, какое это имеет важное значение в работе с контингентом исправительных учреждений. Тесно сотрудничаем, общественный совет, очень тесно взаимодействует с СИН России. И, например, управление воспитательной, психологической и социальной работой в СИН России, да, мы вообще прям взаимодействуем очень тесно. Я первый раз на самом деле в колонии строгого режима. И, бывая в территориальных органах, я обычно пищаю в воспитательные колонии. Считаю, так сказать, своим долгом как-то поддержать, так сказать, детей, которые вот оступились и попали в места лишения свободы. А в колонии строгого режима я первый раз, но я на самом деле очень доволен, потому что эти люди тоже нуждаются в поддержке. Это тоже люди, которые страдают, и которые находятся, многие из них, в кризисе. Наркотическая зависимость, агрессия и суицидальные наклонности. Специалист выделил основные причины деструктивного поведения заключенных. Он отметил, что в условиях ограничения свободы необходимо применять особый подход. Какой? Михаил рассказывает на семинарах для сотрудников психологических служб УФСИН. Они оторваны от семьи, их никому утешит. Тут другая должна быть тактика работы психологов с этими людьми. И вот об этом тоже говорим. Проблемы кризисные, они везде одинаковые. Где есть люди, люди все одинаковые. Просто в зависимости от социокультурного состава, что-то больше, что-то меньше. Ну вот суицидов меньше, к сожалению, там и наркотиков достаточно, да, и насилие, к сожалению, тоже имеет место быть, в том числе и насилие криминальное там, да, ну и другие вот эти деструктивные формы. Решение пригласить специалиста было принято управлением ВСИН России по Республике Дагестан. В регионе он консультирует не только сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и работников Росгвардии, МЧС, МВД, а также профессорско-преподавательский состав высших образовательных учреждений. Мы также планируем провести круглый стол с участием представителей общественной наблюдательной комиссии, уполномоченных по правам ребенка в Республике Дагестан, уполномоченных по правам человека в Республике Дагестан, представители правительства Республики будут. И также в рамках этого круглого стола планируется обсудить вопросы профилактики деструктивного поведения, и в первую очередь его беспокоит деструктивное поведение именно в подростковой среде. То есть у нас, к сожалению, и в республике в последнее время есть случаи, когда в школах происходят не самые хорошие вещи. И в результате лица, совершившие противоправные действия, оказываются у нас. Также среди приглашенных на встречу с заключенными сегодня были дагестанские реабилитологи и общественные деятели. Руководство колонии считает, что общение с гостями расширяет кругозор осужденного и помогает в его социализации. Мы работаем непосредственно с проблемами, с наркоманами, с алкоголиками, именно кто уже оказался в проблеме. То есть уже мы им помогаем реабилитироваться. В данном случае люди, находящиеся в местах заключения, после выхода из учреждения, могут обратиться к нам за помощью, для того, чтобы мы смогли помочь. У меня лично всегда реакция бывает с ними положительная и хорошая. Потому что я сюда прихожу не учить их чему-то, а просто с ними пообщаться чисто с добром. Я и ухожу тоже с добром. Работе с осужденными в исправительной системе России уделяют особое внимание. Именно от профессионализма сотрудников УФСИН зависит и во многом поведение заключенных. Ведомство будет практиковать подобные мероприятия и дальше. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, поселок Тюбе, Кумтор-Калинский район. В Каспийске открыли региональный учебно-методический центр «Авангард». Он создан во исполнении решений президента России Владимира Путина по инициативе Минобороны для проведения военных сборов юноши до призывного возраста. Центр организован на базе колледжа архитектуры и строительства. Территория СУЗа располагает всеми необходимыми для этого условиями. Оборудованы учебные классы, досуговые и спортивные площадки, а также устроены специализированные казармы. Именно здесь школьники со всего региона будут жить и познавать основы начальной военной подготовки, которая включает в себя все – от вождения транспортных средств вплоть до навыков стрельбы из автомата Калашникова. Продолжительность курса – 5 дней. Пропускная способность центра – 25 человек в смену. Таким образом, к концу года общее представление о солдатской жизни получат свыше тысячи старшеклассников со всей республики. Дагестан является одним из ключевых производителей капусты в стране. К примеру, в 2020 году в республике было выращено около 700 тысяч тонн белокочанной, что составляет более 26% от общего объема по России. В эти дни в селе Джалган Дербенского района идет сбор урожая. С ходом уборки ознакомились представители регионального минсельхоза и наша съемочная группа. Слово о Сильманаповой. Одним из главных преимуществ выращивания капусты в Дербенском районе является то, что и здесь это можно делать круглый год. Несмотря на то, что сейчас зима, середина января, на качестве белокочанной это отразилось разве что только в лучшую сторону. Как отмечают аграрии, в холодное время вредителей нет, а значит и обрабатывать химии не приходится. Целый год готовим почву, чистое, аккуратное поле, целый год ее мульчируем, готовим и начинаем сажать под капельную ленту, под капельную ленту и все. И она показывает себя достойно вообще, экологическая, чистая продукция. Я могу сейчас одну даже сломать, если вам видно, что шикарная чистая капуста. Не то, что я выбрал, прекрасная капуста, здесь килограмма, ну два с половиной, ну чуть больше, меньше, шикарная, чистая, экологическая капуста. Свежую капусту прямо с грядок собирает и загружает в фуры. Затем ее отправляет на торговые точки в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Овощи не залеживаются где-то на складах, потому что уже есть клиенты, которые ждут свой товар. Вот продукция очень хорошая, очень качественная. Вот видите, скоро морозы начинаются, надо собирать и вывозить этот товар. На рынке востребована вот как раз-таки вот эта капуста свежая в данное время, вот она очень востребована, из-за этого есть на нее спрос. На полях работа кипит. За один день здесь успевают собрать 100 тонн капусты и загрузить их в 4 фуры. До начала морозов аграрии планируют собрать около 1000 тонн. Кто попробовал вот именно вот эти наши отечественные гибриды, в частности Тимирязевские, наши производители, на них и переключаются. В этом и суд заключался. Поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана провело огромную работу в рамках вот этого проекта. И мы видим результат. И мы видим, что российские гибриды, они не уступают, даже превосходят зарубежной селекции. А главное, потребителю это нравится. И мы намерены дальше. И тех, кто выращивает, тех, кто эту инициативу подхватывает, мы намерены поддерживать. Дагестан пока единственный регион в стране, где возделывают капусту и в холодное время года. В среднем с гектара получают около 600 центнеров овощей. В течение нескольких дней сборы анварского урожая будут завершены. Но через два месяца ожидается сбор уже мартовской капусты. Асель Малапова, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Деревенский район. На языке борьбы сборная Дагестана среди глухих и слабослышащих готовится к чемпионату России. Этап отбора на Сурдолимпийские игры стартует 25 января во Владимире. Как спортсмены идут к успеху в непростых жизненных обстоятельствах узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Тренировка в тишине. Инвалиды по слуху, борцы вольного стиля, мечтают попасть на Сурдолимпийские игры. Впереди главный этап отбора – чемпионат России. В составе есть как слабослышащие, так и полностью глухие спортсмены. Самый титулованный – Бейсултан Абакаров. Ему 43 года. В 2013 он уже был победителем Сурдолимпийских игр в Софии, а в 2017 был вынужден пропустить их из-за травм. Абакаров сейчас в строю. Он буквально живет борьбой. Параллельно тренирует в Каркмаскале и пока не представляет себя без любимого вида спорта. Все время, всю жизнь, можно сказать, тренируюсь и работаю с малышами тоже. И что еще делать, кроме борьбы? Вот основное свое мое дело получается. И дополнительная работа пока получается, и поэтому до сих пор выступаю. Подсказку-то так особо уже не слышно, когда за кавром. Не только там обычно говоришь, что ты уже целенаправленно с соперником борешься. А так наблюдаешь за тренером, за студией, так, в принципе, ничего сложного нету там. Тренировать особенных спортсменов – дело непростое. Здесь одно слово не поможет. Приходится все показывать. Зато радость победы за своего ученика – высшая награда. Так было в 2017-м, когда золото суд Олимпиады в Турции выиграл Аскар Аскаров. Один из самых молодых заслуженных тренеров страны, Мутао Кудиев, возглавил сборную Дагестана около года назад. И уже есть позитивные изменения. Раньше у них сборы были только тогда, когда они отбирались на какие-то международные соревнования. Российские сборы, а дагестанских региональных сборов раньше не было. Вот как год нам выделили сборы, в год три сбора выделяют нам. Это начало к большому успеху, так сказать, потому что ребята, они вообще непривыкшие. На сборах режим не соблюдают, они питание, они вообще не знают, как правильно все это. Но потихоньку вводим, все идет к лучшему. Изменения есть, улучшения есть. Работаем над этим. Такой темп жизни дается ребятам непросто, но ради своей мечты они готовы преодолеть все трудности. Выходится из Чародинского района Магомед Загир Мусаев борьбой увлекся еще в горах. Признается, особого выбора и не было. Мусаев уже бывал вторым на чемпионатах России, а сейчас в команде от него ждут только золото. Чувствую себя в хорошей форме, думаю, золото заберут, надеюсь, золото заберут. А так сборы, говорит, все хорошо, никогда раньше такого не было, сейчас потихоньку к этому пришли, что сборы, говорит, начали давать. Ну у нас в основном, говорит, заранее, говорит, да, мы, говорит, какие-то два-три балла возьмем, смотрим на тренера сразу, говорит, он подсказывает дальше пальцами. Ну, время, говорит, лишнее будет, секунды смотрим, говорит. То есть тренер ведет? Да, тренер, да, они полностью зрительно как-то, они всегда контактируют, да, и постоянно, говорит, объясняют, что как-то надо делать, уже жестко. Конкуренция в спорте глухих высокая. Задача минимум привести домой 3-4 золотые награды. Отборочный этап перед Сурдолимпийскими играми стартует 25 января во Владимире. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкалан. Смотрите наши выпуски на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова